Этот обзор понравится всем тем, кто искал чего-то нового и интересного. Учитывая технологическое затишье, сегодняшнего гостя можно смело назвать прорывом в вейпинге. Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Votafo под названием SMRT PodKit. Девайс поставляется вот в такой вот большой и довольно необычной упаковке. На лицевой стороне у нас большими буквами изображено название самого устройства, есть логотип производителя и небольшое количество различных плюшек, которые ждут нас внутри этого устройства. На противоположной стороне у нас различные предусрежения, а технические характеристики и комплектация спрятались сбоку. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам батарейный блок с предустановленным картриджем, а справа от него находится еще одна довольно большая коробка. Внутри этой коробки нас встретит кабель USB Type-C для зарядки, испаритель, большое количество хлопка, много разнообразной сетки и, конечно же, обслуживаемая база со всем необходимым для ее перемотки. Ну и, конечно же, огромная инструкция, которая поможет нам легко и быстро установить сетку в базу. В новом Маннике убрали кожаные вставки и теперь его корпус выглядит более цельным. Девайс выполнен из металла и доступен в четырех расцветках. По размерам устройство довольно компактное, это связано с тем, что в качестве элемента питания здесь используется встроенный аккумулятор на 2000 мАч. В целом, внешка симпатичная, классные расцветки, а вот с количеством принтов, на мой взгляд, тут перебор. Сзади огромная надпись «Майник», справа есть гравировка «Ватафо», нанесена информация о сертификации, утилизации и объеме аккумулятора. Такое, если что, обычно печатают в незаметных местах. А слева еще один принт с информацией, что девайс работает с испарителями на сетке. Из-за этого пот напоминает холодильник, который украшен магнитами и стикерами. Теперь я кратко расскажу про его характеристики и перейду к самому интересному. Встроенный аккумулятор объемом 2000 мАч заряжается через Type-C разъем током в 1,5 А. Емкость картриджа составляет 4,5 мл. И он совместим с испарителями ВУПУ PNP и Вапореза GTX. Однако в комплекте нас ждет испаритель, который нужно сделать своими руками. Вот мне интересно, среди всех людей, которые будут смотреть это видео, есть хотя бы один человек, который своими руками обслуживал испарители на Т3С. Обслужками на сегодняшний день уже никого не удивить, поэтому компания FotoFo дает прекрасную возможность всем пользователям сделать испаритель своими собственными руками, который будет один в один похож на заводской. В общем, это настоящая радость для всех олдов и абсолютно новый опыт для тех, кто ни разу с подобным не сталкивался. Сам процесс, естественно, будет не таким сложным, как в случае с тем же Т3С. База разобрана, а в комплекте есть практически все для того, чтобы запустить этот испаритель. Сетка и хлопок готовы к установке. Просто следуем инструкции производителя, отрезаем ножки и лишний хлопок. Собираем все вместе и вуаля, в наших руках испаритель на сетке, сделанный собственными руками. Кроме комплектных сеток, компания FotoFo предлагает сетку в виде конуса или в стиле классического клептона. В общем, простор для различных экспериментов действительно огромный. А еще, конечно же, радует то, что данный картридж совместим с испарителями PNP от Vupu и GTX от компании Vaporeza. А в конце видео я хочу сказать, что данный девайс прекрасно подойдет любому пользователю. У него огромное количество различных испарителей, как от VataFo, так и от Vupu и Vaporeza. Да вы даже сами можете сделать тут испаритель. У него классная кальянная затяжка, хороший вкус, мощность регулируется от 5 до 80 Вт и у него огромный аккумулятор на 2000 мАч. В общем, это прекрасный девайс, который подойдет как новичкам в вейпинге, так и пользователям с большим стажем. А с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.